Хорошо, задание у нас есть. Теперь нам нужно отправляться в Сентинель, еще одно задание взять. Потом мы отправимся в Даггерфол, из Даггерфола в Вейрист. А, нет, там под замком Сентинеля нам же нужно что-то делать, да? Мы как раз сейчас в Сентинель-то отправимся и будем пытаться Лича пройти без резистов и без хитпоинтов, без уровня. Нажми на Гобеллен, получишь бесплатную левитацию. Во, правильно, Трэвис, да. Я забыл совсем об этой фиче. Ну, потому что у меня есть своя левитация. Кому нужна эта бесплатная левитация, когда такая-то своя есть? Сентинел. Сентинел. Там две вещи нужно сразу сделать. С одной стороны встретиться с королевой, а с другой стороны нам нужно... Сколько сейчас времени? 7 утра. Самое время. Садимся на лошади, поискакали. А, ну да. Я внутри города, типа. Лос Инкайлос, говорит, это слишком хардкорно для меня. Мое зрение не выдержит играть в такую графу. Ну, так видишь, я как бы свое зрение не жалею ради вас, можно сказать. Ну, может быть, не ради тебя конкретно. Но ведь людей, которым это интересно, можно найти в чате. Иначе зачем я это все делаю? Зачем этим учениям, если не ради того, чтобы познакомить людей с великой классической частью серии Лерскроллсом, которая наделала немало шуму среди фанатов и вызвала огромные споры. В особенности, знаете, когда Муравинт вышел, многие фанаты, одни делились на тех, которые считали, что, типа, Муравинт это круто, а других, что наоборот. Вот, Даггерфолл было гораздо круче, что в Муравинте все казуалили, взяли очень маленький мир. Что с Лерскром все одно, как-то, ну, компактно стало, повырезали там и так далее. Вы не поверите, реально, на Муравинт жаловались, что он стал казуальнее, чем Даггерфолл. Вот было такое. Так, нам нужно к королеве, не к принцу. Принц тут вообще в зале сидит, бухает прямо на полу. Но мы зайдем сюда сначала. Ничего не напоминает? Да, да в том-то и дело, что с выходом каждой серии, части, точнее говоря, серии, люди рассказывают о том, что вот, аказуалили, аказуалили, там, этот обливион весь такой, фу-фу-фу, потом, там, с кореем, фу-фу-фу. Всем все время что-то не нравится, когда новое выходит, а козуалили. Да так, честно говоря, с большинством игр. Стражнику двери говорит довольно скучным голосом. Все, у кого есть дела о королеве, о корихе, проходите через дверь сзади этого зала, по правой стороне. Так, правая сторона, сзади, сюда, значит. Так, нам нужно запрыгнуть на ступеньку. Надо, конечно, прыжки наши раскачивать, потому что у меня там всего 16% прыжков, очень мало. Сейчас, наверное, моровин по сравнению со Скоримом, пример хардкорности. Да, да, именно, вот в том-то и дело. Скорим такой казуаленный. А я вот об этом время от времени на стримах рассуждаю, над тем, что, по факту-то, игры становятся лучше во многом. И то, что кажется казуаливанием, это решение многих проблем. Ну все, я застрял, я не могу ничего сделать. Распрыжки тут нет, это вам не квейк какой-нибудь. Давайте попробуем с разбегом. Есть, запрыгнули с разбега, хорошо. Да, если понисть скорость до минимальной... Так... У меня прыжки такие же, но они нормально пашут, говорит Манжестия. Ты понимаешь, в чем дело, когда я понижаю скорость, и я начинаю чувствовать мелкие задержки. Такие вот, как бы, подлаги, микростаны. Ну, это не очень круто. Про Даггерфолл можно сказать и казуалив, если смотреть с герба консольных игр. А с горба? Смешно. Консольные игры были хардкорными, а Даггерфолл нет, наверное. Это что, ты что-то такое имеешь в виду? Какой у нас там сейф? 70-й, 66-й, 71-й будет. Что же там, хотела от нас королева? А, Дайсмастер, добро пожаловать в Сентинель. Я верю, что вы расположились здесь с комфортом. Давайте перейдем прямо к делу. Мой сын, принц Латун, говорит о вас как о довольно заслуживающем доверия темным эльфам. Мне вы нужны. Ну, кто-то вроде вас, точнее. Я хочу заплатить 677 золотых за то, что вы приберетесь в замок Вериста и настанете оттуда кое-что из фамильных ценностей короля Алисандуса. Ну, для меня. Сделаете вы это? Да, конечно. Я вообще специализируюсь по грабежам замков. Просто как нифиг делать. О, да. Так вот, награда будет за предмет, который является картиной. Он спрятан где-то в замке Вериста. Я жажду этот предмет по причинам, которым вас не стоит беспокоить. Так что принесите его мне и я 677 золотых заплачу. Ладно, не вопрос. Эпичный стрим зашкаливает. А что тут такого эпичного на стриме происходит, а? 677 золотых, говорит Аликс. Такое могло быть только в старых играх. Да. Сейчас все суммы, они четные. Четные, понимаете? Вот сразу, заметьте, я зашел в какую-то комнатку в отделение, и она на меня не набросилась. Теперь нам нужно зайти, пройти туда, подняться go to the back door of the Grand Hall and to the back door of the North Wall. You'll find the elevator that will come to the throne room. Заходим в тронную комнату, но не идем к королеве, а заходим в боковую вот эту комнату. То есть нам нужно, чтобы квест выполнить, который дал нам король червей, вот в эту комнату зайти. Сейчас мы еще раз засеемся. Наверное, на тот же сейф, раз уж, по крайней мере, мы тут шаг только сделать успели. Ты кто такие? Ты кто? А, привет, дайс-мастер. Ну, пока, как бы. Проходим сюда. Что у нас тут? А потом еще и магазин, все по 677. Ну, да-да-да. Этого только не хватает. Квестики древней игры, где я бы еще это увидел. Квестики древней игры. Как это? Квестики древней игры вообще? Не знаю, о чем речь идет. А какое примерно население Баггерфола? Как быстро можно всех вырезать? Население несколько сотен тысяч там, по-моему. Или даже миллионы. Надо посмотреть точно. В общем, ты их вырезать не успеешь вообще, наверное, за жизнь. Хотя, если постараться посвятить этому... Ладно. Я случайно нажал на Z, а Z это кастование предыдущего заклинания. Давайте теперь поднимемся сюда без лифта самостоятельно. Ван Зес говорит, ты недооцениваешь мою мощь. В чем недооцениваю? Так, короткая туника, сломана. Это значит, что у меня упал интеллект. Представляете, в чем? У нас развалилась туника, которая была зачарована на интеллект, и это очень печально, потому что, как бы, маны-то хотелось бы побольше иметь. А теперь, опять, она у нас упала. Но ничего, будем интеллект качать как-нибудь сами. Все тебя знают. Ты в случае бейджик офисный не забыл снять, говорит Мерлок. Ну, не знаю. Может, забыл. Тут очень плохая графика, не видно, есть ли на мне бейджик. Так. Теперь. Направо пойдешь, куда-то попадешь. Так, сюда. Вроде бы. Сюда ли я иду? Наверное, сюда. А что я тебя подобрал? Да не-не-не-не-не-не. Так. Странно. Нажал, наверное, просто на керасу, которую нужно выбросить и продать давно было. Что у нас с весом? У нас 54 веса и 120. что-то легкое очень все. Сколько часов геймплея в этой части? Сотни. Загвоздик зацепилась туника и порвалась. Вот. Бывает такое, согласен. Я чувствую, что я неправильно иду. Все, господа, я потерялся. Куда не зайдешься, я тебе привет, дайс-мастер, да? Да, в этом проблема. Казалось бы, с чего бы вдруг? Опять мертвые пони, распотрошенные в дьявольских сатанинских ритуалах. Да, да и у Дримера прав. Между прочим, вот он пишет, что похоже на I'll Beholder. Согласен полностью. Сейчас попробуем, знаете, что сделать? Вернуться назад и я сверюсь с картой, потому что я очень не люблю подземелья. Я не хочу тут потеряться. Куда я шел? Отсюда. Вот сюда. Отсюда я пришел. И отсюда вам. I'll Beholder это приблизительно той же эпохи игра, но... Да нет, какой-то той же эпохи, она заметно раньше вышла, чем это все. Это вот тоже такая классическая RPG-шка трехмерная. Только там все перемещение, оно по клеткам сделано, как в самых-самых древних таких RPG-шках трехмерных. Когда комнаты были статичными, вы можете поворачиваться только на 90 градусов. И, собственно, все, больше ничего. Итак, отсюда мы приехали, да? Да. Вот. И... И что? Почему глючит вот этот вот подъемник? Нет, мне кажется, все равно это немножко не то, что на карте нарисовано. В Даггерфоле данжа большинство генерируется рандомно, кроме сюжетных. Например, вот этот данж, он явно генерируется не рандомно, он заранее сделан трудом непосильным дизайнеров, которые просто жизнь свою не жалели, сделали все эти страшные подземелья. Так, вот я захожу сюда. Прохожу мимо вот этой дверки. Поворачиваю, да? Хопа! Проходик. Хопа! Еще проходик. Тут нужно запрыгнуть с разбегу. Раньше надо подпрыгивать. Мне климбинг мод нужен. Для этого давайте попробуем понизить количество циклов процессора, 30 хотя бы. Для того, чтобы было немножко помедленней. О, есть, запрыгнул. Понижение помогает, с другой стороны начинает лагать картинка. Поэтому возвращаем назад. Юзаем вот эту штуку. Еще, чтобы мне удобнее было, немножко чат подвину, чтобы текст еще видеть, который тут написан. Элеватор. Используем. Хорошо. Хорошо. Говорит, после долгого путешествия вниз. Это где там путешествие вниз вообще? Поставь пометку. Да у меня маны нету, к сожалению. Надо отдохнуть, конечно. Вот. Пометочку поставить. Хорошая идея. Я прямо перед поворотом, вот этим, да перед, наверное, здесь вот, воткну пометку. И побежали. Ничтери, следует самостоятельно подземелье, требует Трэвис. Это же самое удовольствие. Смолву найти квестовый предмет. О да. Если вы хотите знать, какое это удовольствие, посмотрите предыдущие стримы. В предыдущих стримах, в особенности в первом и втором. Так, это вот как раз то начало того места, где у нас идет второй кусочек карты. Вот. После того, как вы посмотрите первые и вторые стримы, вы поймете, насколько все здесь плохо. Стоп. Ничего не понимаю. Я опять пропустил, вот в этом месте, что делать надо. Мне кажется, это не попадает под то, как на карте написано. Так, вот это место, откуда я спустился. Так, так, хорошо. Поворачиваю направо, да, направо, правильно? Налево, то есть, конечно же. Лево, право, какая разница? Нас такими очень волнует. Прохожу миром дверного проема, опять налево поворачиваю. Иду вперед и сворачиваю здесь. Вот, вот в чем собственно разница. Мне нужно было сюда свернуть, я не туда все время ходил. Ты про ту кровь гиганта? Да не только кровь гиганта, там другие еще подземелья были, в которых я подольше, чем с кровью гиганта потом сидел. Все еще бегаешь с мечом цвета урины. Конечно, уринотерапия. Фиг, хорошая вещь. Вот, теперь все правильно. Нам нужно сразу же сюда завернуть. Так, после того, как мы зашли сюда, пройдите через дверь в конце и следуйте проходом до элеватора, до лифта. Э? Нет, это он уже здесь на месте был. Ну давай же, активируйся. Во, отлично, поехал вниз. Так, поднимайтесь наверх, говорят, и дойдите до первого прохода открытого. Прямо на самый верх? Что-то высоко поднимаюсь. Ага. Что это? Что это? Что это? Что это? Ага. Ага. Так нужно на середину было спуститься, а не сюда. Вот здесь вот где-то проход должен быть. Вот сюда нам нужно. Во. Во. И нужно вот этот рычаг дернуть. Супер. Лазерные решетки. Да это какой-то трэш вообще. На промежуточном уровне сойти нужно было, оказывается. Ага. Решетки все еще присутствуют. Пройдите, говорят, до конца и используйте лифт для того, чтобы спуститься ниже. А дальше, а дальше, а дальше еще приключения продолжаются. Так. Спускаемся потихонечку. После того, как мы опустимся, говорят, вот эту не трогать ручку, вот ту, которая здесь находится, а завернуть прямо сюда. Кто такой-то вообще? Какий той такой? Эть? Призраки уже пошли. Вместо этого поворачиваем сюда. И берем вот этот вот спуск. Сохраняшечки. Да, кстати, да и у Дриммерт прав. Надо сохраниться, конечно же. У нас тут какой самый последний? Ну, самый ранний сейф. Вот этот вот. Его заменяем на 72. Интересно, а лифт не заглючит, если мы сохранились во время его движения? Надеюсь, нет. Теперь опять нужно будет, видимо, понижать нам количество циклов процессора, для того, чтобы нормально запрыгнуть сюда. Запрыгнули, да? Запрыгнули. И поднимаемся. Тейклеветор to the second opening. То есть нужно не полностью на элеваторе подниматься до второго прохода. Вот это вот, как раз, собственно говоря. Да. То есть сейчас нужно пропустить один этаж и подняться на втором этаже. Как все сложно-то. Ты стримил первого ведьмака, а воды есть? Нет, я первого не стримил. Объясняю любые баги темной магией. Так, 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 пока читал чат, пропустил, да что ж такое-то. Готовимся. Сразу же вперед жмем, прижавшись к стенке, чтобы спрыгивать здесь. Во, спрыгнул, есть. Паук как раз вот здесь вот был. Опять цикла понижать. Окей, ушки. Что происходит, не понимаю, она меня колбасит, я сначала запрыгнул на стену, начал подниматься по ней вверх, побежал просто, ринулся, можно сказать, понесся. и на этом лифте вверх отправляемся. Замк сентинеля самый сложный из трех, говорит, маджестия. Ну, я надеюсь, потому что это реально сложно. Так, направляйтесь на восток сверху, пока не дойдете до рычага. Во, вот этот рычаг нужно дернуть. Теперь отправляемся назад к лифту и идем уже к северу от лифта. То есть вот сюда, видите, лазерные решетки пропали. Оказываемся в комнате, в которой проходим насквозь, пропуская эти решетки. И доходим до еще одного элеватора, то есть лифта. Нужно на нем спуститься вниз будет. Просто с двух ног в стену ворвался, говорит, ванзес. Ну, тут все очень такое сложное. Встречайте, папку я пришел, приведайся, говорит, ламбрек. Здорово. Так. А я тут вообще без бумажки и без подсказки вообще никак не могу пройти это все. слишком сложно, слишком хардкорно. Я-то дитек изуальных игр, который вырос на разных, там, не знаю, скайримах, а не на гирфоллах. Здесь есть немножко сарказма и иронии, но только сейчас чуть-чуть, прям, самую малость. Говорят, нужно разобраться с призраком. Другое дело. И дерните рычаг. Дергайся, жир. Теперь что нам делать нужно? Осталось совсем немного. Подняться обратно наверх нужно. Запрыгнули. Хорошо. Так, нужно опять пробежать через комнату полностью. Трилетер up to the top, go across the room and take the elevator back down, pass the spider and down the bottom коридор again. А, вон, теперь я понял всю эту схему хитрую. Куда и зачем мы шли. Вот там был коридор, впереди которого стояла решетка. Нам нужно было не вперед идти, типа, а завернуть. Так, потом обходим то место с пауком и еще раз опускаемся сюда. Да я думаю прыгнуть можно просто. Вот. Потому что у меня лениво уже. А еще могу хилинг стануть. Минор хил у меня есть. Немножко подлечусь. Помню о хищных ступеньках. Ага, они ужасные, они засасывают и переваривают потом нас. Так, есть, говорят, враги рядом. где кто. Не важно. Так, теперь отсюда мы должны в эту сторону пройти. Или наоборот сюда нужно было. Вот мы отсюда должны были идти вперед. Так, сюда вот. А, мы уже убили призрака. Так что нужно взять, доставить сюда лифт. Сначала встанем сюда, наверное. Лифт идет обратно. Возвращается только. Что, вроде бы, рычаг вниз, он должен как бы говорить о том, что лифт внизу и нужно вверх, это чтобы вверх подняться. Нет, такой логики здесь не завезли. Что пропустил лаунбрек? Ну, ты пропустил, во-первых, то, что я взял с бывшей королевой Гирхолла, поговорил, тем того, куда делось письмо. Она сказала, что нужно отправиться к орку предводителю орков и выяснить, куда он его делал. Оказалось, предводитель орков вообще тот еще засранец. Так, поднялись. И что теперь? Я запутался. Игра, пщади! Где там я сэвился на последний раз? Окей, окей, хоккей. Это было перед тем, как я вот сюда открывал дверь. Оу, что реально хорошее сердце умерло. Теперь опять сюда запрыгивать. Запрыгнул. И обратно спрыгнул. И запрыгнул. Молодец. Второй проход запоминаем. Раз пропустили. Сейчас нужно сюда паучка прибили. Теперь сюда. Нужно с разбега это делать. И есть. Трэвис пишет. Ты что-то не то с рычагами нашаманил. Там всего два или три рычага нужно использовать. Некоторые вообще не нужно трогать. вот сюда. Нужно пройти. Не, я все делаю строго по инструкции. Инструкция должна быть правильной. Я в нее верю. Рычаг заюзал. Теперь там открывается проход через ту решетку, которую я только что встретил. Так, так. Вот. Теперь отправляемся с помощью вот этого лифта в самый низ. Привет, мой прист. Вот такие игры были замечательные. А вы могли бы все это сделать сами, если бы у вас не было никакого прохождения? Я с прохождения, не могу это сделать. Вот в чем проблема. Собственно говоря, да какой ужаса скатились игроки. Были эти времена со всеми этими ловушками, загадками, секретными рычагами, дверями, лабиринтами разбирались самостоятельно. А теперь им даже гайд не помогает. Люди это проходили самостоятельно, говорит, Курва Маг, да это же ужас. Есть ли стеклянное оружие? Я вот не помню. Мифриловое точно есть, которого нет, например, в других частях серии. Вот я подхожу сюда, я должен вот этот рычаг заюзать. Все, вот после того, как я его заюзал, нам нужно возвращаться. То есть гоу-бэк, говорят. Вот после, как я этот рычаг исправил, вот его дернул, он его реально дернул? Давайте за Сэмси здесь. Сэмси 72. Сэмси 72 еще один будет. Надо сохраняться, согласен, Дэв Дриммер, ой, согласен. Ать, с разбега как хорошо заходит. Привет, резины ФР. Раньше игрушки проходили людям, получившие диплом самостоятельно не скачивая его из интернета. Тоже такое есть. Теперь в самый низ. Игрушки были направлены на исследование Нинамочилова. Да, конечно, вспомните все эти Хексаны, Хертики, Думы и прочие. Вот уж игрушки Нинамочилова были направлены. Это точно прыгаем на платформу, которая ездит вниз. А вот здесь-то, по-моему, ничего не нужно трогать. Говорят, типа ботом-барс огонь. Пул ливер и рейд ливер все на топ. Вот. то есть нужно вот здесь подняться теперь вверх, после того, как мы открыли эту решетку. А еще нам придется с лечом сражаться. Это самое, наверное, неприятное во всей истории самое опасное. Так, есть, запрыгнули. Ладно, едем вверх. Слышим каких-то крысок или мышей летучих. Смотреть выше, к сожалению, нельзя, камера просто тупо не задирается выше. И вот я вверху, а здесь дверь закрыта. То есть я должен был пройти по идее через эту дверь и где-то там впереди встретить леча или нет. У тебя хп хватит пережить пару спилов, но должно быть. Я какой-то рычаг не зернул где-то. Ну ёкерный ну просто вот ну как вообще ну почему решетки голубые но потому что им нравится так они все такие либеральные просто господа кто-нибудь может вообще да нет я уверен среди вас не найдется ни одного человека который смог мне чем-то помочь потому что во всем этом кристу расплетении коридоров не запутаться еще и с рычагами я вот сейчас ищу какие-то упоминания других рычагов а вот тут такая была фишка пол 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 лава you find the room at the end then take then take the elevator all the way я не использовал, по-моему, какой-то рычаг. Да. Серьезно, не использовал. Так, ладно. Возможно, ты дёрнул рычаг, который не нужно было дёргать в самом начале у самого первого лифта. Его трогать не надо. Нет, его я не дёргал. Там прямо конкретно написано было в прохождении не дёргайте его. Но я как бы не полный дурак, чтобы дёргать рычаги, на которых написано не дёргать. Вот отсюда нужно немножко подняться наверх. Пройти через голубые, такие все голубенькие, скажем, двери. Уверен, что в каком-то магазине собака поводырь продаётся. Говорит, а у медиа. Нет, они очень жестокие. Собаки поводырье... Твоё... Я теперь пройти назад не могу. О, нет. Я сейчас всё это заново делать буду. Надо будет старый сейф загружать. О-о-о-о... Вы знаете, как я себя сейчас чувствую? Полностью раздавленным и уничтоженным этим подземельем. Оно меня ненавидит, я его тоже. Мы стоим, смотрим друг в друга в глаза. Оно большое, а я маленький. Оно давит на меня своими стенами. Пытается раздавить, уничтожить несчастного тёмного эльфа, дайс-мастера, который стоит и смотрит на голубую решётку своими красными глазами. И молит, откройся! Пробуй дёрнуть черчак перед последним лифтом, ты его не трогал. Да и он, наоборот, говорит, не надо трогать. А хотя бы, знаете, с другой стороны попробовать никто не мешает. Перёг говорит, если я правильно помню, надо в определённой последовательности нажать на рычаги. Да-да-да. Тут вся фишка в том, что последовательность не та, и до свидания сразу же. Почему я не поставил какой-то русификатор? Ну, а тебе помог бы русификатор в игре вот в этой, скажи честно? Вот я зёрнул рычаг, как бы. Не поможет, наверное. Купи боевого волка. Зачем? Я бы купил себе сейчас немножко чайку, печенье, как бы. Кстати говоря, тема. Надо сделать перерыв. Осмыслить сущность бытия. Так, здесь я пробегал, да? Нет. Вот, сюда нужно. Всё, правильно, рычаг дёрнуть надо было. Так, кто это написал? Маджести, спасибо тебе, молодчина. Ты спаздайся. Ты спаздайся. Ах, это просто прекрасно. Знаете, это замечательно настолько, что даже не передать словами, когда вы думаете, что всё придётся уже заново проходить. А нет, нет. Всё хорошо. Тебя спасают. Берём бонитовый кинжал, потому что говорят, там минимум мифриловое нужно оружие. Давай, скринз. И буду через пять минут. И музыку из Fallout. Ну, из Fallout это не обязательно. Итак, за этой дверью находится Лич. А-а-а-а, просто эпично. Заход номер два. А, ну да. Это же оружие, которое может его победить. Присуньте за угла, можно? Ну, почти. Почти. Вы знаете, у меня получается. Я потихонечку делаю прогресс, уже три удара, нанёс плечо. Оуч, это реально больно, что ты умирал, X2. Да. Дело случилось. Что скажешь про дачу SK2TV2? SK2TV, то есть, ну, вообще дача, сама по себе идея хорошая. Но почему-то у меня такое впечатление, что там из развлечений, это побухать и побить морду друг к другу. Очень интересная культурная программа, скажу я вам. Сохраняемся с эбонитовым кинжалом в руке, конечно же, потому что что-то всё это проходить по десять раз не хочется. Вот. Я, может быть, ошибаюсь, и просто на стримах не видно всего остального интересного, классного, что там происходит. Но... Лук обычный. Да, лук стальной или ещё что-то типа того, но материал точно действовать не будет, я вас уверяю. А он себя убил. Заметили? Кстати, пережить один удар, от которого он сам себя убьёт. Окей. Если бегать от него, он побегал. Как-нибудь убить его можно? Хоть как-то. Здесь ещё что-то на абсорб было. Попробуем ману пасташить. Кир, дизизминер, хилбрид, авиан, свиминг, опен, слип, хемлеон, слоуфул. Я бленден. Вилет бленд. Давай же, аж мочи. Я даже умирая пытался его затыкать. Интересно, сколько тычков нужный бонитовым кинжалом полечу, чтобы он склеил ласты. Тревис говорит, я же говорил, что нужно либо сопротивление, либо отражение, иначе никак не победишь. Ну, я попробую, конечно же. Попробую. Да, это лич, конечно. Попробую использовать магию. Ну, у меня впереди очень долгие вайпы. Однако, я попробую, естественно, ещё сделать. Предметы. Есть ли у меня какие-то магические предметы, которые я могу использовать? Use Magic Item на F. Grease the Protector. Шилды есть у меня. Featherweight. Это фигня. Ice Storm, Restore Power, Resist Shock. Resist Shock, это, по-моему, в тему. Он там как раз шоком бьёт. Ну, по-моему, не очень. Айш, Шторм, наверное, тоже не особо поможет. Он сам себя замочил, а я выжил. Есть! Просто успех. Это какое-то счастье. Как это произошло, не знаю. Но просто банально с какой-то там с десятой загрузки. Я захожу. Он жахает заклинанием, убивает себя. А я живой. Опа! Вот. И маленькая ниггерская рожа, которая здесь показана у нас. Это как раз его душа захвачена. Что-то было... Ну, что-то было такое страшное. Он жахнул каким-то заклинанием. Зарядил себя самого. И в результате склеил ласт им. Лич приутомился. Лич просто сдался. Он понял, что ему не победить, потому что у меня есть Сэвлода. И его жизнь... Ну, точнее говоря, не жизнь. Он же умер и встал в виде леща. Так вот, его нежить, вот это состояние нежити, оно тоже не спасёт от смерти. Как надо мало для счастья, да не говорите. Не, ну я серьёзно. Просто когда по подземелью иду, и на него трачу там битый час на то, чтобы пройти все вот эти вот хитросплетения, оказываюсь перед тупиком, не понимая, что делать, уже собираюсь возвращаться назад, начинаю всё сначала. Потом упираюсь в лича, которого нельзя убить. Ну, вот я, конечно, не сказать, чтобы совсем не переигрываю, но реально ощущения такие, что я действительно всё-таки справился с чем-то довольно серьёзным. Самая нелепая смерть для бессмертного леча? Да не, нормально, перенервничал, бедняга. Как ты сделал это, говорит Трэвис? Потому что я крутой, а он лох какой-то, мёртвый. Давайте телепортнёмся назад. Личнубка вставать не умеет. Есть такое, да? Сохранился ли я? Да, кстати, хороший вопрос. Итак, теперь мы вернёмся, наверное, к королю червей сразу же. Вообще, в замке, они здесь, я смотрю, любят лифты. Видимо, кто-то изобрёл лифт как раз в их королевстве. Сентинели. Соренеть им и гордятся. Это их просто национальная гордость лифты. Замок весь увешан лифтами. Я удивляюсь, почему переход между всеми комнатами не сделан через лифты.